Ульяновск Этим выпуском мы начинаем цикл передач от тех, кто спасает жизни О специалистах медицинских учреждений Ульяновской области Об уникальном оборудовании, используемом в клиниках региона О передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным Все это в спецпроекте «Спасая жизни» Старые больничные коридоры здесь отходят в прошлое На смену приходит домашняя атмосфера Пока мама оформляет карточку в регистратуре, ребенок может поиграть в вот такой специально оборудованной детской зоне А также есть возможность не упустить серию любимого мультсериала Но мы пришли сюда не мультфильмы смотреть Поэтому, соблюдая жесткие требования медицинских учреждений, одеваем бахилы, халат, шапочку и идем прямиком в отделение К тому моменту, когда реанимация заработала в новом формате, здесь сделали капитальный ремонт Своего рода перезагрузку прошло и медоборудование Так сюда завезли современные новые машины искусственной вентиляции легких, а также установили современные консоли Александр Константинович, скажите, пожалуйста, на сколько рассчитано отделение? Наше отделение рассчитано на 6 коек Три из которых для новорожденных детей и три для отделения неврологии Уходом за детьми, как за недоношенными, новорожденными, вообще за любыми детьми Осуществляется силами среднего персонала Их у нас всего трое человек кадровых и трое совместителей Все они высоко подготовленные, высоко квалифицированные Поступает ребенок к нам, первое, что делает, мы его распленовываем, разворачиваем Смотрим, как он выглядит, как он себя чувствует, взвешиваем А затем, собственно, и наступает процесс лечения, ухода и диагностики В основном все это осуществляется силами медицинских сестер Им можно доверить детей Они очень высоко профессиональные Пока малыши находятся на лечении, их папа и мамы могут пребывать здесь В комнате отдыха для родителей Кстати, наблюдать за своим чадом они могут с помощью системы видеонаблюдения Также палата предусматривает душ и место, где можно кушать и готовить еду Любая мать, допускаемая для ухода за ребенком в наше отделение, проходит в школу обучения Мы показываем ей соответствующие фильмы обучающие, которые объясняют, как нужно ребенка пеленать, мыть, купать, ухаживать за кожей и так далее Сколько длятся эти курсы и где они проходят? Ну, это все зависит от человека В общем, как правило, женщины уже подготовленные И они быстро схватываются на лету Ну, конечно, если это первый ребенок, тут подольше, конечно Мы побывали в гостях у семьи Зайна Лабудиновых Несколько месяцев назад врачи вытащили их сына буквально с того света Сейчас мальчик чувствует себя превосходно Но персонал отделения, анестезиологии, реанимации запомнит этот случай надолго Как, впрочем, и его родители В кому попал, я знаю, что в кому просто огни попадают Реанимационным лежал Потом с реанимационным в коме Потом они держали там неделю Неделю говорили, изменений никаких нету Ни похудшения, ни получения Для меня было это уже что-то Что хотя бы за неделю должен что-то быть Ну, неделя прошла Вот, потом я опять поехал с женой Уже меня допустили Для меня было это уже, знаете, какое-то Прям камень с души упал Отпустили Значит, я уже сам по себе посудил, что уже на получение пошло Пошли действительно ребенок, здоров Все хорошо Поступил к нам в крайне тяжелом состоянии С диагнозом геморрагическая болезнь Новоротина Это достаточно, ну, такое частое заболевание Встречается у детей, но в разной форме В данном случае это была очень тяжелая форма Которая выразилась в легочном кровотечении В желудочном кровотечении И ребенок потерял большое количество крови Прежде чем там поступить И, по сути дела, поступил в вагональном состоянии То есть были единичные сердечные сокращения Он не дышал, был бледным, даже не бледным, а циносичным, синим Ну, в этом случае мы проводим ревенционные мероприятия Искусственная вентиляция легких Массаж сердца Соответствующее введение препаратов Медикаментов Ну, в общем, в этом случае все оказалось очень хорошо Ребенок без последствий будет Во всяком случае, какого-то выраженного последствия у него точно не будет Он быстро вышел из этого положения Три дня вентиляции И, в общем-то, все нормально закончилось И это лишь одна история болезни За год в открытой реанимации лечения прошли 67 детей Из них 25 – это новорожденные За здоровьем каждого из них следил их лечащий врач Главное помнить, что у медперсонала каждая секунда на счету Секунда, чтобы спасти жизнь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова